Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем послание к Титу на библейском портале экзегет.ру. Начинаем с первой главы. Апостол Павел пишет. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменные в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне, по повелению Спасителя нашего Бога. Титу, истинному Сыну по вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Первые четыре стиха представляют собой такое введение, обращение некоторое. Смотрим первый стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию. Часть этого текста кажется вполне понятной, часть запутанной, как будто бы такой синтаксис, несколько необычный. Можно посмотреть другие переводы, чтобы посмотреть, как возможно этот текст перевести, может быть понятнее, чем в синодальном переводе. Так, например, владыка Каисиан Безобразов пишет. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, для веры избранных Божиих и познания истины, согласной с благочестием. Этот текст несколько понятнее, потому что становится ясно, что имеет в виду апостол. Он раб Божий, во-первых, ну это вещь очевидная, много раз об этом говорили, что значит раб Божий, что это вполне такой употребимый термин в Священном Писании. Но при этом, здесь надо понимать, что это слово, оно означает не просто некоторого болванчика, которым управляют, да, а это слово, которое означает соработника, означает работника на Божьей Ниве. Апостол же Иисуса Христа, то есть того, кем он непосредственно послан, он говорит апостол Иисуса Христа. Апостол это посланник и, соответственно, он посланник Иисуса Христа для чего? Для веры, для веры избранных Божиих, то есть для того, чтобы те люди, которых Господь призвал к спасению, поверили. Причем интересно, что хотя он и говорит для веры избранных Божиих, как будто бы, да, возникает ощущение, что вот эти избранные, это те, кто, ну, какие-то особенные, не все. Так у нас, да, допустим, это слово, избранные, означает какую-то отдельную категорию. Явно, когда мы говорим избранные, это прямо не означает все, даже в каком-то смысле противоположно вот этому идее всеобщности. Скажем, там, не знаю, награду получат избранные или там, скажем, для этого будут избранные для какого-то дела те или другие. Но при этом интересно, что апостол Павел проповедует всем, потому что вот это избранничество, которое он имеет в виду, имеет очень интересные свойства. Он проповедует всем, не все откликаются, откликаются только те, кто желают, и они оказываются избранными. То есть очень интересно выстраивается отношение людей с Богом. Бог всех желает спасти, обращаются к Нему те, кто желают этого сами, и они оказываются избранными. Не потому, что Бог говорит, что другие плохи или что они не избраны, он всех готов был бы избрать, но не все откликаются на его призыв. Итак, для чего же они избраны, эти люди? Познание истины, он здесь указывает. И это истина, согласная с благочестием. Истина, согласная с благочестием. То есть, с одной стороны, это такое интеллектуальное некоторое знание, познание истины. То есть, каков Бог, кто такой человек, какими должны быть их отношения. Мы сегодня назвали бы это некоторым теоретическим знанием. Оно очень важно, но оно и должно быть основанием практических вещей, практической жизни. И поэтому апостол пишет познание истины, согласной с благочестием. В греческом буквально стоит по благочестию. То есть, истина, которая соответствует благочестию. Иными словами, есть прямая связь, и апостол на нее указывает, связь между практической жизнью и теоретическим знанием. Они должны соответствовать друг другу. Они должны быть непосредственно взаимосвязаны. Далее апостол пишет. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». То есть, христиане, избранные люди, к которым обращается апостол, кроме того, что они имеют истину в сердце, в уме, они знают эту истину, она им открыта. Кроме того, что они живут благочестиво, и эта благочестивая жизнь соответствует их знанию, а знание соответствует благочестию, они же еще живут в надежде, в надежде вечной жизни. И Павел обращается к ним в надежде, и они живут в надежде. В надежде какой? В надежде на вечную жизнь. Потому что, если вечной жизни нет, если только эта жизнь, которая нам дана, она и есть, то тогда бессмысленны те истины, которые открывает апостол Павел, бессмысленны и благочестие. Потому что очень часто христиане, ну, собственно, еще и в Ветхом Завете верующие люди, и уже христиане в Новом Завете, оказываются вынуждены отрекаться от каких-то сиюминутных выгод, отказываться от очевидных благ бытовых, которые сегодня здесь возможны. Если они позволят себе определенную жизнь, они отказываются от этого. Почему? Потому что им открыто, что сегодня здесь они могут пострадать, они могут быть, как сказаться, обделенными, но они не обделены любовью Божией, они не обделены связью с Богом, и они надеются на то, что эта временная жизнь заканчивается, и начинается вечная жизнь с Богом. И вот в этой надежде Павел проповедует, а ученики пребывают, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Апостол подчеркивает, Бог неизменен в слове, это слово специально употребляется здесь для того, чтобы любой читающий послание понимал, что вот эта надежда, в которой живут проповедники, те, кто воспринимает его слово, что эта надежда, она не пустое слово, что Бог, который открывается людям, он неизменен, что если он сказал вначале, что вот так будет, значит так будет. И что еще важно, что эту надежду обещал Бог прежде вековых времен. То есть эта надежда, это не результат каких-то сложившихся обстоятельств, а вот эта надежда, это надежда на то, что Бог задумал еще прежде сотворение мира. То есть Бог задумал, это его замысел, и когда он открыл свой замысел людям, и они стали надеяться на правдивость этого замысла, на обоснованность этого замысла, на то, что Бог не отступится в своем приведении в жизнь вот этого замысла, в своей работе над миром, в своем преображении этого мира, в том, что он ведет этот мир к спасению и к исполнению замысла. Так вот, тем обоснованнее наша надежда, тем она тверже, чем в большей степени мы понимаем, что это не сиюминутное решение Бога, а исполнение некоторого извечного плана, который Бог предусмотрел прежде состворения мира. И далее апостол пишет, что Бог, который обещал исполнение этого своего намерения еще прежде вековых времен, он имел его в своем слове, в последнее время он явил его свое слово в проповеди. И вот это явил свое слово, казалось бы, слово как нечто содержательное, как некоторое изложение проповеди, Бог явил свое слово в проповеди, которое вверено мне, говорит апостол, спасителем нашим Богом. То есть он имеет в виду, что теперь он проговаривает в своем слове, являет слово Божие, как некоторую информацию о замысле Божьем. Но в то же время мы знаем, что сам Христос, вторая апостась Пресвятой Троицы называется словом. И апостол являет слово как содержательную единицу некоторую, пересказывает замысел Божий, и в то же время являет слово, как открывает слово Божие людям, в смысле откровения Господа Иисуса Христа. И действительно так и есть. Мы можем увидеть, как, например, Евангелие часто называется не просто Евангелием, как сообщением некоторой вести, а как откровением Христа. Потому что главная весть, которую мы сообщаем в Евангелии, которую сообщали апостолы, которую сообщают все христиане, это весть о самом Христе и даже сам Христос. Потому что мы верим, что человек, который приходит в церковь, он получает не просто некоторую информацию о Христе, а получает самого Христа. И если он, придя в церковь, с самим Христом в какой бы то ни было степени личных отношений не выстраивает, значит, он чего-то важного еще о церковной жизни не понял. Далее Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милости, мир от Бога, Отца и Господа, Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот здесь истинному сыну апостол Павел пишет, и речь идет о том, что Тит, здесь слово употребляется, которое можно перевести и как законному сыну, и как подлинному сыну, то есть сыну, но при этом он пишет по общей вере. То есть речь не идет о том, что Тит сын Павла, но он стал ему как истинный сын, то есть продолжающий его традицию, стал ему практически родным вот в этой самой общей вере. Ну и дальше обычное традиционное пожелание этому Титу, которому он пишет, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа, Иисуса Христа, Спасителя нашего. Далее, что такое вот это послание к Титу? Это так называемое пастырское послание, хотя пастырскими они, эти послания, это послание к Титу, и первое и второе послание к Тимофею, они названы достаточно поздно были, это не какая-то древняя церковная традиция, но в данном случае действительно это послание, как и послание я к Тимофею, это послание, в которых Павел наставляет своих ближайших учеников, которых он оставляет возглавлять общины. В данном случае апостол Павел оставил Тита на Крите, и он прямо ему и пишет о том, что он оставил его на Крите, и для чего он его оставил, для того, чтобы тот устроил церковную жизнь. Итак, Павел пишет. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или покорности. «Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Вот это практически одно предложение, нет, наверное, два, в котором апостол пишет первоначально о самом важном, о том, чтобы поставить пресвитеров и епископов, то есть людей, которые будут управлять дальнейшей жизнью церкви. Здесь есть одно слово в пятом стихе, которое немножко так в синодальном переводе может покоробить. «Апостол пишет, что он приказывал Титу, как я тебе и приказывал». Это слово действительно может быть переведено, как «приказывал», но также можно сказать, как я тебя наставлял, как я давал тебе распоряжение. То есть здесь не обязательно должно присутствовать некоторое такое строгое и жесткое указание, потому что обычно приказывают подчиненному, а Тита только что апостол называет сыном, истинным сыном по вере, и поэтому надо почувствовать тональность, с которой говорит апостол, он говорит как отец, как наставник, а не как просто тот, кто приказывает, не как хозяин. Далее, значит, какие же это должны быть люди, которых он должен поставить. Здесь он говорит про пресвитеров, а через один стих будет говорить о епископах. Первая характеристика, первое слово, «если кто не порочен». «Не порочен», то есть лишен порока, лишен явных грехов. Естественно, что не существует людей совершенно безгрешных, и апостол Павел не рассчитывал, что Тит найдет на Крите каких-то абсолютно безгрешных людей, совершенных. Дело в другом. Дело в том, что человек не должен быть явно порочным. Он не должен быть явно, не должен иметь явных пороков, так, чтобы не смущать людей окружающих, чтобы про него знали, что он развратник, что он пьяница, что он убийца, или вор, или, может быть, взяточник, или там, корыстолюбец. Человек должен иметь добрую репутацию, о нем должно быть хорошее мнение у всех членов общины. Далее апостол пишет, «Муж одной жены». Это указание можно понять в двух вариантах. Во-первых, что этот человек должен просто иметь одну жену, актуально на данный момент, что он не должен иметь двух жен, трех жен, как в других религиях некоторых или культурах позволяется, что просто он должен иметь одну жену. Либо речь идет о том, что он должен вообще в жизни иметь всего одну жену, хотя, в принципе, апостол позволял, скажем, женщинам, если у них умер муж, в случае, если он умер, он говорит, закон обязывает жену быть замужем, пока муж жив, когда муж умирает, тогда она свободна выйти с другого. Церковная традиция предполагает, и так повелось в древности, что речь идет о том, что у священника может быть просто всего одна жена. Имеется в виду, одна жена за всю жизнь. Не одна жена в данный момент, вместо двух или трех женщин, с которыми он мог бы жить, а вообще одна жена, одна и на всю жизнь. Сколько бы они вместе ни прожили. При этом мы знаем, что мирянам, например, женщинам, апостол позволял после смерти мужа второй раз выйти замуж, либо остаться девой и жить в трудах, заботясь о церковной общине, ну и о своих ближних, естественно. Далее. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Это очень интересная и важная характеристика, которую апостол употребляет, говоря о пресвитерах. Имеет детей верных. Что значит верных? Бывает верный муж, верная жена. Что значит верные дети? Верные в данном случае это верующие. То есть речь идет о том, что человек сумел воспитать своих детей верующими, человек сумел воцерковить, сделать, да, с детства так рассказать им о христианстве, так открыть им веру, что их дети тоже вошли в церковь, не бросили ее, не оставили, не развернулись и ушли в свое время. Да, кто-то может сказать, что это сложно проверить. Дети могут быть маленькими, или там человек мог, например, прийти из язычников, и у него могли быть взрослые дети, и он ими уже не мог никак распорядиться, и никак не мог их наставить. Конечно же апостол рисует некоторую идеальную картину того, как должно быть, то, как желательно, кого желательно выбрать в пресвитера. Почему? То есть, конечно же, есть вещи обязательные, что он должен быть без порока, например, что он не должен быть распутником, но есть вещи, которые от человека могут не зависеть. Взрослый человек воцерковился, у него есть дети, например, и он только может желать, чтобы они воцерковились. Но почему так важно, что он имеет детей верных? Дело в том, что если он сумел найти слова для своих близких, если он сумел их привести к Богу, он сможет сделать это и с другими людьми. Если он даже самых близких, людей, которые от него зависели, которых он кормил, поил, с которыми он жил рядом, если он даже их никого не смог привести в церковь, как он сможет привести людей, которые от него не зависят, которые совершенно своей какой-то отдельной жизнью живут. Эти дети не должны быть укоряемы в распутстве или непокорности. То есть они не должны быть развратниками, эти дети, или беспутными, и они не должны быть непослушными, они не должны быть такими своенравными. Кто-то может сказать, что характер не выбирают, но дело в том, что вместе с характером существует еще и воспитание, и все же мы можем говорить, что люди могут быть воспитаны тем или иным образом, несмотря на то, что, да, конечно же, все мы генетически имеем те или иные склонности. Далее апостол пишет о епископе. Ибо епископ должен быть не порочен, да, мы то же самое слышали уже о священнике, о пресвитере, хотя есть у ученых подозрение, что здесь еще нет какой-то такой однозначно установленной иерархии, и эти понятия епископ и пресвитер в древности могли использоваться как взаимозаменяемые, но здесь все же апостол явно разделяет, да, значит, епископ должен быть тоже не порочен. Дальше очень интересное выражение, которое не употребляется о пресвитере, он говорит, как Божий домостроитель, Божий домостроитель. Почему об этом идет речь? Ну, как и сегодня, епископ заботится об устроении не только одного конкретного прихода, епископ в большинстве своем епископы заботятся об устроении жизни нескольких приходов, нескольких десятков приходов, сотен приходов, это обычно люди, которые заботятся о церковной жизни во всей епархии. И вот он должен быть не порочен не только как просто человек, а он должен быть не порочен как Божий домостроитель. Дело в том, что домостроитель, человек, который устраивает жизнь других людей, у него есть особые добродетели, у него и есть же особые грехи. Например, человек, который становится начальником не только у себя дома, главой своей семьи, а начальником над каким-то большим количеством людей, в нем, как и в каждом из нас, как и в любом человеке, может произойти своя профдеформация, и он может пользоваться своей властью над большим количеством людей. И для апостола это важно, что есть особенные добродетели, которые должны быть характерны для епископов. В данном случае, после вот этого упоминания домостроительства, в синодальном переводе стоит слово дерзок, что епископ не должен быть дерзок. Но вот интересно, что дословно, слово, которое здесь употребляет апостол, с греческого может быть переведено, что он не должен быть самодовольным. Самодовольным. Вообще, это слово очень интересное, потому что оно не имеет в виду даже какого-то простого самодовольства, которое мы просто, да, который доволен собой. Здесь речь идет не об этом. Здесь это слово может быть переведено как своевольный, самонадеянный, своенравный. И речь идет о черте характера, которая проявляется в пренебрежении чужим мнением. Потому что ты считаешь себя самым лучшим, самым важным, самым главным, единственно, все правильно понимающим, не считающимся с мнением других. Это очень интересно. Действительно, человек, который руководит, он должен понимать, что он при этом сам несовершенен. И, конечно же, как ответственное лицо, как старший, он принимает решения, но он должен принимать их не самодовольно, не считая, что он единственный, кто может иметь верное мнение. И, конечно же, как пишет книга-притча «И спасение» во многом совете. Чем более серьезные решения ты принимаешь, чем больше на тебе ответственности, тем важнее услышать голос других, мнение других, которые могут так или иначе тоже быть в курсе этой ситуации и понимать, как правильно поступить. И вот для апостола важно, что епископ, как божий домостроитель, не должен быть дерзок, самодоволен, не должен считать, что он единственный, что он может следовать только своим желаниям, только своей воле, пренебрегая другими людьми. Далее, «негневлив». Здесь совершенно понятно, что человек, который руководит большим коллективом, не должен быть гневлив. Если ты гневаешься сам на себя, где-нибудь живешь, один в своем доме, или где-нибудь вообще как отшельник, то этот гнев сказывается только на тебе. А вот если ты гневлив, а что такое гневлив? Когда человек вдруг возмущается чем-то недолжным или тем, что он воспринял как недолжное, понял как недолжное, и он возмущается от его мнения, от его реакции гневной, озлобленной, страдают другие люди, а потом вдруг может оказаться, что он неправильно воспринял ситуацию или не разобрался, и наказан невиновный, а виновный не наказан. И вот человек, который не гневлив, он способен спокойно с пониманием дела войти в ситуацию, разобраться в ней, не будучи вспыльчивым или гневливым. Не пьяница, апостол здесь имеет в виду слово, которое означает привержен вину. Не бийца, такое старое слово, которое подразумевает, что человек, который является епископом, не должен быть склонен к дракам, потасовкам, к физическому насилию. И, наконец, апостол употребляет интересное слово, которое означает корыстолюбие, но не просто корыстолюбие, дословно это можно перевести как постыдное корыстолюбие или гнусное корыстолюбие, то есть апостол здесь употребляет такое сложное слово, двусоставное, которое переводится как плохое, отвратительное корыстолюбие. То есть, что имеется в виду корыстолюбие? под корыстолюбием, желание наживы. Когда ты начальник, естественно, от тебя зависят люди, от тебя зависят решения, которые ты принимаешь в пользу одного или в пользу другого, или наоборот, закрывая на что-то глаза. Так или иначе, у тебя есть, перед тобой есть явная возможность пользоваться своим положением и принимать решения так или иначе под влиянием не только истины, не только твоего мнения, правдивого, основанного на правде и на справедливости, на милости, например, но и основанного просто на том, что тебе дали деньги, и ты принял решение, которое называешь правильным не потому, что оно правильное, а потому, что просто ты обладаешь властью и можешь это решение таковым назвать. Корыстолюбие осуждалось еще в книге «Притчи», и многократно об этом там говорится, что человек, который готов за деньги принимать решения выгодные, но неправильные, он осуждается от Господа. Далее апостол обращает внимание на то, каким же должен быть человек, которого собираются поставить епископы. Он должен быть странно любив, но речь идет не о том, что он любит что-то странное, а речь идет о том, что он гостеприимен, то есть любит странников. Это, надо сказать, в древности была одна из важнейших добродетелей, потому что человек, который приходил в город, он, конечно, мог остановиться в гостинице, но гостиницы могли быть разными, они могли быть языческими, они могли быть наполнены самыми разными людьми, и благочестивый человек, который приходил в город, он должен был иметь возможность остановиться у благочестивых людей, у людей, которые не наполняют свои жилища грехом, развратом или какими-то языческими культами. Поэтому это уже с самых первых лет христианства, его распространение считалось важной добродетелью. Далее, любящий добро, это в самом широком смысле, целомудрен. Под целомудрием здесь в данном случае апостол не имеет в виду девство, потому что, как мы знаем из других посланий для апостола, епископ в то время, и мы знаем, что такие епископы существовали, мог быть человеком женатым. Речь идет о некоторой цельности мировоззрения, о том, что этот человек нераздираем страстями, что он стяжал добродетель целомудрия внутреннего. Далее, справедлив, в чем-то это добродетель противостоит как раз вот этой самой самонадеянности, самодовольству, дерзости, когда человек справедливо решает, не обязательно то, как он считает нужным, но ориентируясь на правду, на справедливость. Далее, благочестив и воздержан. Ну, благочестив, то есть он соблюдает некоторые правила добродетельной жизни и воздержан. Воздержан, как тоже некоторая противоположность распутству и корысти, о которых апостол Павел писал прежде. Далее, каким еще он должен быть? Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Держащийся истинного слова, речь идет, конечно, о вероучении, епископ-хранитель веры, человек, который должен хорошо знать веру, потому что он в итоге смотрит за тем, как верят его подопечные, священники, прихожане в самых разных приходах. Мы знаем, что на соборах, на вселенских или поместных соборах, когда выясняли веру, собирались именно епископы, каждый свидетельствовал о вере своей церкви, которую он выражал. Более того, например, по древним правилам, оглашенные, которые готовились к окрещению, они должны были приходить в определенные дни к епископам и рассказывать о том, как они знают свою веру, что они успели узнать, или, например, символ веры. Епископ сообщал символ веры тому, кто собирался креститься, и перед крещением крещаемый возвращал символ, то есть читал наизусть, пересказывал то, что ему сообщил епископ. Далее, чтобы он был силен, как мы и сказали, наставлять в здравом учении противящихся обличать, то есть, во-первых, оглашаемых и всех прочих наставлять в том, как это должно быть, в том, как должно верить, и спорить, иметь возможность, иметь навык оспорить ложное учение, оперевшись на учение истинное. Мы знаем, что сам апостол Павел многократно этим занимался, когда он приходил в ту или иную общину, там находились, скажем, редко язычники, а в большей степени иудействующие, и ему приходилось обосновывать, что Христос — это Мессия, и обосновывать свою точку зрения, в том числе свою точку зрения на закон. Далее он пишет, «Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных». Речь идет как раз о тех спорах, о которых мы сейчас только что сказали. «Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти». Опять мы видим здесь эту постыдную корысть, и видим, что вот эти самые иудействующие, он в первую очередь на них обращает внимание, это было для него наиболее болезненно, что ли, потому что удивляться тому, что язычники или какие-то гностики, например, чего-то не понимали или спорили с ним, не приходилось, на то они язычники, на то они и гностики, что они распространяют лжеучения, с ними все было понятно. А вот когда иудействующие, то есть братья по вере и по крови для апостола Павла, когда они начинали противоречить учению, в том числе учению Христову, вот это для апостола было особенно болезненно, поэтому он так на них реагирует. Далее, «из них же самих» один стихотворец сказал, здесь он говорит уже конкретно о критянах, из них же самих, то есть из жителей Крита, «критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Апостол Павел цитирует здесь известного автора того времени, Эпименида, более того, он даже называет его пророком, здесь, он действительно считался пророком, но таким не христианским, не иудейским, мы знаем, что для апостола с его точки зрения существовали люди, которые сохраняли возможность какого-то частичного откровения в языческих народах. Он, собственно, и говорил в свое время, в послании к римлянам, например, что язычники могли жить по закону своей совести, потом об этом же Григорий Богослов, например, говорил, что семена Логоса, они существовали и в других народах тоже. Другое дело, что полнота истины, естественно, была у иудеев и открылась в Иисусе Христе. Так вот, и вот он говорит, что вот их же собственный автор писал о критянах, что они вот такие лжецы, злые звери, утробы ленивые. И дальше он пишет, «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Думаю, что когда мы читаем такие слова, довольно жесткие, хлесткие, на наш сегодняшний взгляд, мы привыкли думать, что Писание всегда как-то мягче, что ли, говорит о людях, хотя мы можем вспомнить Христа, который отвечает Ироду через других людей, он говорит, скажите этой лисице, то есть называет, мы можем вспомнить Христа, который, обращаясь к людям, пришедшим от Ирода, называет его лисицей, указывая на его хитрость, или можем вспомнить Иоанна Крестителя, который называет людей, пришедших к нему, книжников и фарисеев, называет их порождениями ехидниными. То есть действительно в древности такие крепкие выражения, они вполне могли обращаться к людям. Не знаю, рассчитывал ли апостол Павел, что кретяне смогут потом это как-то отдельно прочитать и задуматься о том, кто они. Но в любом случае, когда ты читаешь про себя или про другого человека такое, у тебя есть два варианта. Есть вариант возмутиться, оскорбиться, обидеться. Есть вариант сказать, что я могу стать другим. Могу стать не таким, чтобы ко мне это не относилось. И, конечно же, мы верим, что ко всем благочестивым кретянам и ко всем благочестивым людям вообще не относится то, что когда-то сказал о них тот или иной языческий автор. То есть для того апостол и пришел проповедовать, чтобы кретяне больше такими не были. Дальше апостол пишет удивительные и важные вещи. Он говорит, что для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусными, непокорными и не способными ни к какому доброму делу. Вот это выражение «для чистых все чисто» может удивить, потому что традиционно какие-то вещи, особенно греховные, мы можем назвать нечистыми. И сам апостол призывает, например, к чистоте, подразумевая, что какие-то есть поступки, которые можно назвать нечистыми. Но апостол, конечно же, не имеет в виду вообще все, что угодно. И поступки, и дела, и мысли, они, естественно, могут быть нечистыми. Но он вот что имеет в виду. Он только что говорил про иудействующих. И для апостола было важно, что эти иудействующие, они заставляли бывших язычников, Атит, это, кстати, бывший язычник, обращенный апостолом в христианство, и вот они заставляли христиан из язычников соблюдать закон Моисеев. А, соответственно, есть какие-то виды пищи, а какие-то виды пищи не есть, отказываться от них, считать, делить еду на чистую и нечистую, вещи, одежду и все прочее, соблюдая закон Моисеев. И вот апостол говорит, что это время прошло. Мы знаем его мнение о том, какую роль должен играть закон Моисеев в жизни христиан. Он считал, что этот закон прошел, что теперь христиане должны жить по закону иному, что нравственное содержание этого закона, оно неизменно, а ритуальное, такое дисциплинарное содержание, оно теряет свою силу. Так вот, он говорит, для чистых все чисто в том смысле, что для человека, который понимает, что мир сотворен Богом, что Бог не сотворил ничего нечистого, такой человек чистым взглядом, смотря на мир, он не должен этот мир воспринимать хотя бы отчасти как нечистый, он должен весь его воспринимать как творение Божие. А вот тот, кто осквернен в своем уме, то есть тот, кто развращен, тот, кто сам корыстолюбив, тот, кто сам жесток, тот, кто сам нечист, в мыслях тот и все другое воспринимает как нечистое. И для Иоанна Златоуста, например, есть комментарий его на этот текст, он говорит, что это вообще повод для христианского такого дерзновения. Он говорит, что человек, который дерзновенно, чистым взглядом смотрит на мир, он может поступать по-разному. Если он искренне стремится к добру, то совесть его не будет ни в чем обличать, потому что она подскажет ему, что можно так поступать. Если же это будет что-то плохое, то, естественно, совесть его остановит. А нечистый человек, он во всем сомневается, он всего боится, потому что в нем нет вот этого дерзновения к добру, нет желания действовать чисто и спокойно, радостно в Божьем мире. У такого человека осквернен ум и осквернена совесть. Ум осквернен в том смысле, что он везде видит подвох, везде видит плохой поступок, всего боится, боится оскверниться и этим самым оскверняется. О таких людях он говорит, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Что это значит? Если ты знаешь Бога, то ты знаешь, что Бог сотворил мир чистым. Если ты говоришь, что знаешь Бога, но боишься съесть одно, другое, третье, прикоснуться или поступить тем или иным образом, который когда-то ты считал нечистым, то ты не знаешь Бога, потому что ты не знаешь, что временные меры, законные, прошли, и теперь ты можешь жить в свободе. Только бы эта свобода, как апостол Павел писал Коринфянам, не потакала в вашей плоти. Если ты говоришь чистому, все чисто, и обкрадываешь соседа, для того, чтобы сытно есть, то понятно, что этот поступок нечистый. Если ты говоришь, что все чисто, но потакая собственной похоти, развратничаешь, то понятно, что это нечисто. Но если ты чистыми глазами смотришь на мир и не совершаешь греха, то поступая с доверием к Богу, обращая внимание на свою совесть, чистую совесть, ты будешь жить благочестивой жизнью. И эти же люди, напротив, гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Это довольно странно звучит, потому что нам может показаться, что уж к какому-нибудь доброму делу они могут быть способны. Может, хоть что-то доброе они могут сделать. Но вопрос не в этом. Конечно же, любой человек, даже самый последний какой-нибудь преступник и развратник может сделать доброе дело. Но в том-то и логика слов апостола, что нечистая совесть, нечистые мысли, они в конце концов отравят и это доброе дело, и оно тоже не будет до конца добрым. И вот дай Бог и нам тоже такой чистоты, чистым взглядом смотреть на мир и вести жизнь чистую и благочестивую. Всего доброго.